Закон убьет. Закон приведет к греху. Закон обязательно покажет, что ты грешник. Закон, он беспощаден. Он беспощаден. Закон никого не оправдывает. Иисус пришел. Иисус наше оправдание. И поэтому Библия говорит, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Никто не осуждает тебя. Ты на пути освящения. Ты на пути победы. Ты не раб своей плоти. Ты вырываешься из этих объятий. У тебя победа есть. Аллилуйя. Дар Божий живая вода. Иди, пей. Приходи и пей. Это Божий дар для тебя. Итак, 50 заобращает слабых верующих в сильных верующих. Они исполняют их силами Святого Духа. Они начинают говорить совсем по-другому. Петр, который трекся во время, когда служанка спросила, женщина спросила, я не знаю этого человека. Теперь стоял перед толпой, готовая растерзать его и говорить, это тот, которого вы распяли. Откуда такая смелость у этого Петра? Откуда такая способность проповедовать? Откуда это обновление ума Дух Святой? Это сила свидетельства Дух Святой. Вы не можете это делать своими собственными силами. Это под помазанием Духа Святого. Каждому из нас должно исполниться Духом Святым. Это Божье определение для его церкви. Это церковь в Духе Святом, которая может влиять на окружающие, влиять на мир. Это церковь, исполненная Духом Святым. Это молящиеся в Духе Святом. Это воздевающие руки к святилищу. Это люди, ходатайствующие пред Богом. Это люди, стоящие во время ночи, воздевающие руки к небу. И без гнева и сомнения. Это церковь его, которая знает Бога. Кто-то должен подниматься в молитве. Кто-то должен найти время для молитвы. А это вы. Бог ждет, когда вы возрастете для этого. Он не потащит вас. Он не потащит вас. Вы сейчас сидите здесь спокойненько. А посмотрите, они стоят в собрании с бинчиками. Они добровольно стоят. Они берут на себя ответственность. Я хочу что-то делать в теле Христа. Я хочу быть полезным в Божьем деле. Дух Святой поставил меня туда, для чего ты меня сюда привел. Покажи мне, что я должен делать. И так, 51-й обращает слабых верующих, сильных, исполненных Духом. Жизнь это самое лучшее лекарство. Когда жизнь его течет, это самое лучшее лекарство. Знаете, в жизни есть исцеление и для тела, и физического, и духовного, и душевного. Исцеление в жизни есть. Когда жизнь действует, она исцеляется. Эта жизнь от Бога течет в нас. Она не иссякается. Она не иссякаемый источник. Он внутри нас. Лучшее лекарство от болезни. Это наше исцеление. Жизнь от престола Божьего. Она течет. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это объясняет то, что Он молится за нас. Он ходатайствует. Я не знаю, о чем молиться, как должно. Но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Это происходит с нами, в нас, в могущественной силой Божьей. Да поможет. Сам Дух свидетельствует Духу нашему. Это внутри нас происходит. Верующий, рожденный от Бога, он ищет лица Божьего. Он приближается с Богом. Пятидесятница приносит нам новое обращение в молитве с Богом. Обязательно. Обязательно начинает проявляться. Человек раньше не молился, теперь молится. Человек раньше не читал Библию, читает. Каждый день собирает манну. Каждый день говорит, Господь, я хочу знать Тебя. Это усилие, которое прилагаешь. Это говорит о том, что ты любишь Его. Это говорит о том, что ты ищешь Его. Это ты домогаешься Его. Не так ли? В чем любовь? Я домогаюсь. Я домогаюсь. В чем любовь? Прежде чем я женился, она мне понравилась. Она вот сидит так. Она в хоре тогда была такая вот, как этот стебелек такой какой-то там. Совсем тонкий-тонкий. Ну что, сердце потянулось туда. Я не знаю, любовь, любовь. Ну, как-то нужно завоевывать что-то, да? Я с работы еду, с клумбы взрос на рву и бросаю ей. Что это такое? Трачу время на это, да? Круг делаю такой. Домогаюсь. Как выражалась моя любовь? Ну, я как-то в чем-то она выражалась. Я подарки начал дарить. Ну, все говорят, подарки надо дарить. Ну, я говорю, куплю ей сарафан. Носи, носи и больше не проси. Ну, в любовь в чем-то выражается. Начинается там с цветов или с сарафана, с чего-то она начинается, да? Я как-то показываю, что я люблю. А как вы думаете, к Богу вы же что-то показываете, да? Вы говорите, я к тебе пришла. Я к тебе пришел. Я влюбился в тебя. Я не могу без тебя. Открой мне себя. Припояжи мне. Дай мне знать тебя. Я так хочу познать тебя. Силу Креста, силу крови твоей. Открой мне. Я знаю, что написано, что я распят в тебе. А как это должно произойти во мне? Я не знаю этого. Я знаю, что вы всю Библию уже знаете. Вы такие умненькие. И в то же время вы ничего не знаете. Но вы же знаете, что написано? Я сораспялся Христу. А как постить глубину этих слов? Я сораспялся Христу. Теперь не я живу, а живет во мне Христос. Чтобы сказать, это что-то там должно произойти. Какое-то откровение должно прийти. Отойдем в Ахайбер. Отойдем в Ахайбер. Дай мне откровение твое. Пусть оно придет в мою жизнь. Покажи, что это такое. С кем его едят? Что оно значит для меня? Это как раз суть углубления, влюбленности. Если я ищу его, я буду к этому стремиться. Открой мне, что же я прочитал сегодня. Что же этот брат Сергей проповедовал сегодня. Открой мне. Я хочу знать. Я еще проведу время в молитве пред Господом. Дай мне это понять. Жизнь убежит. Все не успеете. Но если вы нашли того, кто есть царь, вы не разочаруетесь. Аллилуйя. Вы не разочаруетесь. Он здесь сегодня. Итак, заканчивая слово, я хочу сказать. Когда Дух Святой приходит, Он приходит в силе своей, в могуществе своем. И вы знаете, Он превращает любовь в Божию. У нас есть своя любовь, да? Человеческая любовь. Но есть и Божья любовь. Она изливается Духом Святым в нашу жизнь. Мы должны учиться ожидать Духа Святого. И молиться до тех пор, иногда мы говорим это слово, промолиться до тех пор, пока Он придет. Я опять напомню слова Иисуса. Он сказал однажды с учениками, если друг твой зайдет к тебе ночью и скажет, я хочу побыть у тебя. И ты кинешься, у тебя нет хлеба. У тебя нечего дать. У тебя нечего дать ему. И тогда ты побежишь к другу своему, к соседу, да? И скажешь, сосед, дай мне. Ты будешь тарабанить двери в окна. И скажешь, дай мне. Друг зашел ко мне. И мне нечего дать. Я отдам тебе. Иисус говорит, сказываю вам, если Он не даст по дружбе, по неотступности, встанет и даст вам. Неотступности. Я буду тарабанить, пока Он даст мне. Я вчера братьям сказал об этом, я сегодня повторюсь. У меня друг есть у Румбая. Он сейчас в Америке живет. Он был служителем нашей церкви. Дети уехали туда и потом вызвали его туда. Он был пьяницей. Он никому не нужный был. Когда он никому не нужный был, никто его в мочеть не тащил. Никто. Как только уверовал, все начали его вразумлять. Ты должен туда ходить, ты должен сюда ходить. Все умники стали показывать ему, куда он должен ходить. Но он молодец, он уцепился за Господа. И все. И не надо мне указывать, куда мне ходить. Вы понимаете, я помню, он был в Черчаке, он знал все притоны, где есть вино продают. Там много делают вина по домам и продают полбанки. У него не было денег. Он приходит в 3 часа ночи, берет пустую банку, железную, концертную, и тарабанит по дверям, и кричит, полбанки налей. Вы знаете, люди пробуждались. Они молчали, они терпели, потом выскакивали. Некоторые били его. И забьют его. Только спли. Он опять банку берет и опять по дверям. И они по неотступности, а денег нет у него, он пропил все. Они вытаскивают полбанки. И говорят, на, только заткнись, ты всех людей вокруг меня разбуди уже. На, заткнись только. Вы понимаете, что Иисус говорит сегодня то же самое тебе. если друг зашел, приди и тарабань ко мне, пока я не придам тебе что-то. Я говорю тебе, по неотступности твоей я дам тебе, даже ты еще не понимаешь всего. Все равно я дам тебе. Он сегодня говорит, приди. И говорит, Господь, я не отступлю, дай, 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 дай. Я не отступлю, помоги. Возьми меня. Дай мне откровение твое, дай мне понятие. Ты можешь молиться. Господи, я хочу, я хочу, я хочу. Открой мне себя. Уведи меня в твое присутствие. Ты можешь, если ты мог, если Урумбай мог добиться, что ему вытаскивали в три часа ночи, чтобы милиция не пришла там и не начали выворачивать еще там в доме и сказать, ага, ты тут спаиваешь, да? Он мог требовать и получать без денег вина. Он говорит, придите ко мне бесплатно виной молоко пейте. Я сегодня здесь. Он здесь. Слава Богу. Он здесь. И одно еще, и чтобы закончить, я хочу сказать, будь внимательным, Господи. И провели ревность. Многие говорят, я хочу брать Сергея в Духа Святого. Очень здорово. Начинай молиться об этом. Начинай, приложи усилия. Найди все собрания. Узнай, на какой группе молятся. Ну, бегай, давай, двигайся. Не будь мертвым. Я хочу спасения. Я хочу Духа Святого. Все в Духе Святом. Без Духа Святого вы в ад идете. Без Духа Святого вы не можете знать Бога Сына. Без Духа Святого вы не можете знать Бога Отца. Не можете знать Его без Духа Святого. Откровение Отца и Сына дает Дух Святой, который здесь сегодня. Иисус сказал, это лучше для вас, чтобы я пошел. Он пошел на небеса и послал Духа Святого и послал Духа Святого.